К сожалению, еще не все учебные заведения города могут доложить о том, что в полном объеме выполнили ремонтные работы. Некоторые мелочи остались, а, как известно, нет ничего сложнее, чем устранять мелочевку. Где-то продолжается покраска, сборка мебели и даже замена кухонного оборудования. Затормозили этот процесс электронные торги, включающие поиск подрядчика на проведение ремонта. А кроме того, и это Александр Полошенков неоднократно подчеркивал, средства, предназначенные для ремонта учебных заведений, не всегда использовались рационально. Я отбежал в 18-ю школу. Да, 700 человек учащихся. А? 800. Ну, 800. Ну, 800. Да, 800. И делали стадион по полной программе. По полной программе. Стадион. Полного штаба футбольного поля. Ну, что на танке? Что? Это специализированное проведение по подготовке футболистов. Среди частного сектора. Кто из частного сектора пойдет туда и играть? Они будут играть на своем собственном огороде, да еще в такой непотребной форме, в ракообразной. Вот там будет ковыряться. Там надо посмотреть. Все указывать деньги бездомно нельзя. Эти же недостатки отметил и начальник отдела образования, спорта и туризма в Рейского горосполкома Анатолий Носков. Сложные работы на двух объектах, помещения которых находились в аварийном положении, еще продолжаются. Для гимназии номер 5 это ремонт актового зала, а в средней школе номер 14 замена кровельного покрытия. Анатолий Носков подчеркнул, что основные черновые работы к 1 сентября будут завершены. На сегодняшний день в учреждениях образования города, несмотря на то, что проходит приемка, подписываются паспорта готовности, ездят комиссии, работают комиссии, работы все еще продолжаются. Продолжаются ремонты туалетов, продолжаются ремонты окон. И это опять-таки обусловно тем, что многие электронные аукционы состоялись с 1 августа, 6 августа, 10 августа и так далее. В среднем каждый аукцион продолжительность его проведения 45 дней. Некоторые изменения претерпевает в этом году система образования. С 1 сентября закроется вечерняя школа. Теперь получить общее среднее образование можно будет в специализированных классах при 9 школе. Также будет проводиться жесткий контроль в соответствии статусу гимназий. Если он не будет подтвержден, то таким учебным заведениям придется распрощаться с названием и стать обычной средней школой с несколькими профилями. В этом году откроют двери два класса военно-патриотической направленности в средней школе номер 35, а также шесть специализированных спортивных классов. Открываются два военно-патриотических класса дополнительно на базе средней школы номер 35. Кадетский. Александр Сергеевич, вы тоже в курсе этой работы, держите руку, так сказать, на курсе. Там все нормально. Проводится ремонт помещений. Тен заработает. Необходимые локальные документы разработаны. Флаг, символика и так далее. С родителями проведена работа по форме одежды для учащихся этого класса. Ну и при вашей поддержке мы их направляем уже на военно-историческую реконструкцию музейного комплекса «Бородино» в Ажайской районе Московской области. Кадровые проблемы не обошли стороной школьный общепит. Было отмечено, что в учебных заведениях не хватает буфетчиков, кухонных работников и поваров. Эти вопросы будут решаться, возможно, с помощью увеличения заработной платы. Что касается школьных и дошкольных учреждений, то здесь Александр Полошенков определил сроки сдачи. Он постановил, чтобы основные работы в учебных заведениях города были официально закончены 29 августа, чтобы школьники смогли пойти учиться с сентября уже в теплые и уютные кабинеты.